Ой, ребята, у нас похолодало капитально. Я вот так вот оделся. Эти самые. Весь в хилхилгере. Хилхилгер на трусах. На носках. В общем, иду в магазин. Я вот отпитаю. Кое-что светит. То порошок и надо постирать, то там рыбки захотелось. Ну, в общем, сейчас пойду возьму продуктов и какие-то там эти таблетки она попросила еще. Ребята, котик московский. Пожалуйста, возьмите. Сегодня переписывался с больницы. Я оставлю. Если не оставлю, напомните мне ссылку на инстаграм. У кота, оказывается, ВИЧ. Он просто переносчик. Он ничем не болеет. Он не заразит людей. Не заразит собаку. Он может заразить только кота при укусе. Вот. Поэтому это не страшно абсолютно. С ВИЧем кот. Это не страшно. Он носитель. Он не болеет. Чтобы вы понимали. Это разные вещи. Поэтому кот красавец. Очень надо помочь этого кота забрать. Я прям так проникся. Честно, я бы его забрал бы сам. Но он в Москве. Поэтому, ребятки, кто может, россияне, откликнитесь. Кота надо приструнить. Московского красавца рыжего. Знаете, какое вам счастье принесут? Вот. Поверьте мне. Что кот, тем более, больной будет. Ну, он не больной, они говорят. Он здоров абсолютно. Он ничем не болеет. У него просто он носитель. Он может заразить другого кота, если его укусит. Вот. Если у кого-то нет котов, то можно смело брать. То есть он абсолютно здоров. Вот. Просто носитель. Ссылочку на него оставлю еще раз. Я просто пока его не пристрою, не успокоюсь. Я прибежал с магазина. Я купил, Свети, тут всякого. Надо, наверное, перемыть. Что не знаю, и рыбки такой красной. Она попросила селедку, лоточек. Я ей купил. На рыбу потянула. Вот такое я купил. И это. Потом водку надо. Она хочет на маску, я так понял. Чтоб дышать там советую. Баночку икры. И купил. Банку меда она попросила. Надо все это хорошо запаковать. Томас. Оно с кровати слазилось. Со стола, то есть. Тут хлеб купил для икры, думаю, что. Она ведь там хлеб дают. Помидоры, огурцы. Но тоже, не знаю, такой выбор ужасный. Варуси. Вот там. Один вид огурцов. Помидоры непонятно. Что яблоки она посладкие. Попросила. Там стиральный порошок. Ну, такие два вида. Помидоры я взял. Одни темные. И для ручной стирки порошок. Это надо, наверное, я ей промою все, чтобы чистая принесла в больницу. Вот. Ну, это она уже будет сама мыть. Там огурцы, помидоры. Ой, дай бог, чтобы помогло. Конечно, так за свету переживают уже. Томас, ну что такое? Я говядину не купил. Знаете почему? Потому что мне надо было взять карточку. Я не взял. Сейчас пойду деньги сниму. Уже не пойду возвращаться. И открыто было. Комфи, все. А я без карточки. Там была какая-то наличка. Вот это рассчитался. А карточку не взял. Сейчас возьму карточку. Что-то пойду схожу в этот. Весь мокрый, блин, пришел с магазина. Фу. Сейчас пойду выскочу деньги. Сниму. Уже завтра. Да ладно, блин. Все эти котлеты не могу никак сделать. Фу. Фу. Конечно, есть усталость такая. Ребята, смотрите. Я взял футболку, хочу показать. Хоть я прошелся по улице. Просто, чтобы вы видели, пришел. Вышел сухой. Вот это так страшно еще идти, чтобы не прихватить ничего. Я в когти и во второй все мокрое. Хоть выкручивай. Все-таки оно даром не проходит это все. И волос мокрый. Но я и не бежал, и шел нормально. Шел и боялся. Думаю, хоть бы не прихватить легкие. Опасно. Опасно. Ну, ничего. Не надеется, что все хорошо. Снял деньги. А твоя слеза малахольная Не дает Томас, зайчик. Там тебе не надо заглядать. Там закрытая территория. Так, ребятки, знаете, сейчас что вам покажу. Это нет. Не хочу эти. Возьму эти. Кстати, классные банки. Я планирую все в дальнейшие в такие банки приложить. Достал из посудомойки. Помыв. Ну, нафиг. Пока дождешься. Я выпил лекарства. Мне надо поесть. Через час. Цинк выпил. Через час надо есть. Вот, смотрите. Сейчас я вас... Сейчас я вас, проще всего не знаю, положу на лопатки. Вот так. Дрэсь. Опа. Оливковое масло. И вот так, ребятки. Порционно. Ну, так немножко насыплю. Все. То есть, это очень быстрый студенческий рецепт. Мы такой студенческий. Вы знаете, сколько жратвы. Сколько он? Три яйца достал поджарю. Он это. Ну, это то, что я там. Свете, кстати, перемыл все. Вот это помыл. Вот у меня Ира говорит, Санвел, ты мыл, когда, говорит, вирус начался. А я мыло, говорит, все время. Не мыло, говорит. А я протирала. Брала тряпку мокрой, подняла. А я под крадом помыл. Свете вот это. Завтра понесу. Так, кстати, у меня есть кусок сыра. Тоже, чтобы не выбрасывать. Я его натру потом сверху в макароны. Вот у меня все и пойдет. И будет вкусный ужин. Вот так. Сейчас я возьму лопатку. Видите, у меня все. Чики-чики. Ножами не пользуюсь, ребята. Стыдно. Но ножи у меня как-то не идут. Только для гостей. Я сам. Так и. Пентюх. Ребятки, московского котика возьмите. Пожалуйста, я вас умоляю. Кто-то возьмите. Не бойтесь, что у него там ВИЧ. Не бойтесь. Это все нормально. У них у всех почти это все. Он просто носитель. Он сам не болеет. Никому он не передаст. Я не знаю, что делать. Так, это можно убирать. Мне как круто, да? Такие стеклянные банки понаставляю. Большую возьму для муки. Может, для муки эту я оставлю. Вот, а эти все макароны постепенно, постепенно все, все доиспользую. И будет классно. Кстати, можно сливочное масло сюда на сливочном жарить. Не обязательно на растительном. На сливочном, я думаю, будет вкуснее, ребятки. Сейчас я возьму. И кусян вдруг до сливочного масла. Немножко. Вот это как раз, да, пойдет. Все. Оно даст такой сливочный вкус. И вообще говорят, что самое полезное, это топленое масло. Вот не знаю, правда, не правда. Я, ребята, жил в Уфе. Я жил на квартире у Написы. Написал. Ой, забыл отчество. Написал Галеевну. Он Ханафей, а она Написал. На кольцевой 156, квартира 2. Когда проезжаете по кольцевой, вот это первая пятиэтажка, в сторону колхозного рынка. И последнее окно там. В общем, это была моя спальня. Там два окна угловых. И вот она всегда варила каши, что-то тушила на топленом масле. В таких пластмассовых банках продавалось, как от майонеза таких, топленое масло. И она все только на топленом масле. И очень много его добавляла. Нездоровая была. Смотрите, сейчас я вам покажу. Уже оно поджаривается быстро. Что происходит. Смотрите, что происходит. Вот оно поджаривается. Вот так. Потом мы берем вода. Тут нету. Так, тут нету. Вот сейчас сгореть. Пока вот кручу, докручу. Вот сейчас оно брызло. Огнем. Ой! Ой, блях, тамуха. Вот идиот. Надо было включить. Все, теперь огонь прикрутить. Вот где-то вот так воды достаточно. Все. И прикрыть, ребята, крышкой. Вот так. И вы увидите, что получится. Будет обалденно. Гляньте, ой, вообще. Такой дымяру напустил. Но оно втягивает хорошо. Сосе, бачите? Видно, как туда идет. Ой, это же горячее. Ну и дыма напустил. Идиот. Видите? Что сразу было не включить. Вот ненормальный. Напустил дым в квартиру. Ну и что, хайсусе. Натер, ребята, два вида сыра. Вот этот российский и пармезан у меня был. По чуть-чуть. Это много то, что было. Еще осталось раза на три мне вот так натереть. То есть нормально. И сейчас три яйца туда вобью. Вот так сделаю луночки. Вобью. Поджарится сверху сыром. Не буду есть. У меня такой ужин. Конечно, наверное, много макарон. Все-таки, знаете, я в мыслях есть. Мне написал один мужчина, что парень написал, что вот очень классные эти индукционные. Что вообще нет проблем. У тебя, во-первых, не пачкается посуда. И она как-то, ну, печка не греет огнем, знаете, не обжигает. То есть сама печка холодная. Кот пошел, ничего страшного. То есть только горячая кастрюля. И она не портится. Вы поняли? То есть нет этого нагара. Так вот. У меня уже пару раз уже сковородка с этой стороны уже желтая. Ну, что это за бред? Что это за газ? Надо менять. Я не хочу. Я хочу тебя убрать вот это. Я хочу по-другому попробовать. Так, как я не делал, я хочу по-другому делать. Это тоже. У меня такие, видите, палочки для суши. Чай. Так, итальянские травы, кстати, можно. Сюда можно я поперчил и посолил. А вот можно, кстати, и травки итальянские. Много нет, а чуть-чуть. Это сюда специи. Это, в принципе, вот из ничего еда. Ну, там на мне написали, что, Samuel, ты не видел, типа, еще пустых холодильников. Я думал, может, Светя какого-то бульона приготовил. А, печенье она просила. От бляха-муха. Она сама забыла. Я завтра, значит, забегу, куплю печенье. Галетного, типа, она просила. Какого-то простого печенья. У меня такого нет. У меня что-то тут есть. Пряники, но это старые. Не хочу. Вот, куплю я галетного печенья. Еще забегу, может быть. Не понял, от чего оно переключилось. Само, да? Видите, как хорошо. Раз и высосало. Раз и высосало. Ну, это круто. Вот, смотрите, что получается. Вода испаряется. Постепенно макароны напухают. Набухают. 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 Набукли. Вот, набукли. Набухают. Набукли. Ой, соленое тут, теперь и соли чуть-чуть, и перчонок, и текающие, трошки твердоватые. Вот смотрите, что получилось, тут яйца, тут сыр сверху, вот оно, в принципе, все уже готово, яйцо такое, видите, аль денте, ну то есть сырые яйца, ну как, гладунки, и вот это все, и это я выключаю, в принципе, это все готово, только сыр насыпал, он сразу растаял, все, приятного аппетита, ребята. Если помним, короче, Андрея еще одного, короче, моего соперяда, Иисуса, короче, хотя его называют, перепрояда, хотят его лохануть, квартиру хотят забрать, ну купить это, у Иисуса хотят забрать квартиру? Ну, так мошенники, короче, там у него знаки, еще такие были знаки, когда они приезжали, он ключ потерял в квартире, он пообещал, короче, продать, и ключ потерял, ну там и другие знаки такие плохие. Это можно, это на видео можно снять, чтобы ты рассказал, то есть согласку придать этому? Ну, конечно можно, и надо было бы снять. Звон на меня Андрей из Кривого Рога, помните, что ко мне в квартиру пришел, что Иисус там что-то, хозяин надо, вот он мне только что позвонил, я что-то дал ему телефон, но до сих пор, он мне несколько раз звонил, то мама что-то там, то я ему говорю, можно это на видео снять, там у какого-то Иисуса хотят забрать в квартиру. Алло, Андрей, привет. А то там деньги закончились, начали, как это переключить на другой номер. Давай я тебе, может, перезвоню? Да нет, ну ты, а ты же перезвонил или кто-то перезвонил? Нет, давай я тебе перезвоню сейчас, давай. А у меня там деньги не есть, на другом счете, а с какой это позвонил? Это лайф у меня. Да нет, точнее, я позвонил или ты позвонил? Это ты позвонил только что? Ну, значит, с того номера, что там в БИМ не были, кажется, я не посмотрел, на какой номер я позвонил. Андрей, что там случилось с Иисусом? Ну, короче, они там, во-первых, моей сестры, я еще в Анна в Гауси приезжала, она сказала, что, короче, его, ну, как всех, знаешь, в 90-х годах, там, брили, с квартиры забирали, там, выкидывали. Ну. Я ей говорю, она мне говорит, что его тоже, что он уже не работает, что он сейчас сидит еще рядом, еще здесь. На улице мы сейчас сидим. С Иисусом. Да. Он сейчас. Или что там? Здрасьте, скажи. Ну, скажи привет. Алло. Алло, привет. О, да. Да, 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 да. Меня зовут Андрей. 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 Да. Ну, не то, чтобы там сидим, как в тюрьме, там, ну, колется, ты, блин, раньше, бог чем заниматься и прочее. Поливай, правильно. Угу. Ну, чисто. Ну, тут, братан, я. Да, 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 я слышу, да, да, да. Да, 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 чтобы дали тебе деньги, дали тебе деньги и хотели, что, чтобы твою квартиру забрать, а тебе другую? Что? Хотели, хотят, чтобы за эти деньги ты отдал квартиру? Нет, они предлагают, знаешь, что предлагают, ну, разминуть сделать. А, разменяться. Да. Две на одну, ты понял, да? Угу. Димитрова, ну, так, смотри, а чего ты с ними ездишь? Ты, во-первых, не бери от них никаких денег и ничего не подписывай. И все, и никто тебя... Ничего не подписываю. Ну, а в чем проблема тогда? Нет, они хотят, предлагают услуги, как-то обменяться. Ну, ты согласен на обмен? Ну, понимаешь, я тебе скажу. Вот, и тебе надо человек какой-то обратиться к какому-то юристу, заплатить какую-то тысячу гривен, чтобы юрист проверял все документы. Так, на авось, если вы меня обдурите, если не обдурите, понимаешь? Я понимаю, что у тебя псевдоним Иисус, но, наверное, ты не всемогущий. Поэтому ты найми адвоката какого-то, который тебе поможет, чтобы проверил документы, иначе ты останешься 100% без квартиры. Нет, тут, алло, как его звать? Меня Самвел зовут. Саша. Александр. Дело в том, что они показывают все документы в открытую. Ну, это же надо разбираться в них, понимаете? Это же не просто так. Да, 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 конечно, конечно. Он показывает все без обмана, все там и прочее. А я говорю, хорошо, хорошо. Ну, значит, наймите, наймите юриста, который это все с вами доведет до конца сделку обмена. До конца. Вы советуете, значит, взять юриста? Конечно, обязательно, 100%. Любого юриста, вот подите, скажите, что мне надо сделать обмен, я вам заплачу там тысяча, сколько бы это ни стоило. Лучше заплатить, чем остаться на улице. Ага, я понял. Я понял. Я телефон отдаю. Хорошо, да, 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 да. Я их видел. Короче, они уже смотрели на мое окно. Ага. Как будто они знали про меня. Ну, он про меня не рассказывал. Короче, они ему еще ящик погнули почтовый. Ему, да? Да, думаю, его не было. А зачем? Они ему 100 гривен дали, они сказали, что приедет на следующий день, а его дома не было. Я ему сказал, ну, да, короче, мы ему вербим деньги, ну, так получилось, что у нас в времени не было, ему не было дома. А что, 100 гривен они дали? Да, ну, тогда, первый раз. Да, ну, да, первый раз. Да, что это вообще, это вообще об этом, что значит, гоните их в шею, скажи, еще раз приедите, вызовем полицию. И надо написать вообще заявление, что это ходят аферисты. Ни в коем случае ему не надо ничего делать, зачем ему меняться? Да, 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 мы их познали в первый раз, они сейчас опять сегодня приехали, это сказал, я не знаю, он мне не сказал, или сегодня, еще вчера вечером. Наверное, сегодня с утра приехали, но мне не сказал. Короче, второе, мы же познали их, они сказали, чтобы они, а у меня и ящик погнули ему, когда приезжал в первый раз. Я понял. Закидел, а короче, сейчас, два дня, это ж, короче, ему надо долго вернуть. У него мать померла, в мае месяц, это же четыре месяца, ну, три месяца назад, четыре, это, и у него там, короче, куча долгого осталось, ну, так богато, тысяч нашествиями можно сделать. В смысле, чтобы погасить его кредит, чтобы кто-то погасил, да? Не кредит, а вот это, закварплату. Да, 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 закварплату, он не работает. А что он не работает? Ну, он хочет, ну. А, он не хочет? Ну, присядет. Ну, Иисусу работать не положено. А? Иисусу работать не положено. Да, да, ну, похож на Иисуса, все там, это, все там, все сходится, короче. Что там сходится? Андрей, ну, ты здравомыслящий человек, ты умный, начитанный. Ну, как игра, короче, как игра. Игра, ну, короче, ему надо вернуть дух, я ему, что-то же мы сейчас вышли, это же, короче, по этот код. Сейчас мы получили этот код. Короче, я сейчас поглашу, там, надо поискать еще людей. Ну, короче, я могу, что пойдет на работу, и это же все возьмите из-за этого года. Они же там как-то вот там, ну, молодец, это же, они ему, как бы, претензию прилегают. Это такой плохой, это долги-то, что-то такое. Угу, а и в какое дело. Это его право, долги, это его долги. Никто не имеет права его заставлять их погасить или чего-то. Ты гони Иисуса на работу, хай идет работать, вкалывать и зарабатывать деньги. И будет постепенно погашать долг. Это очень просто. Не надо ему ничего искать, понимаешь, вот этими благими намерениями дорога в ад, понимаешь. Не надо поощрять его бездеятельность. Так за него сегодня заплатят долг кто-то. Завтра он опять будет лежать, бухать, понимаешь. И ждать, пока следующий кто-то заплатит. Пусть идет, работает, берет себя в руки. А если не может, ну что сделаешь? Ну, такая жизнь. Хай проповедует ходит. Ну, пусть не берет деньги, пусть идет работа, зачем он берет у них даже 100 гривен, даже 10 гривен. Не надо ничего брать ни у кого. Да, да. И никто его не обдурит, если он не будет ни с кем связываться, не брать ни у кого деньги, не будет садиться в машины, ездить, смотреть квартиры, как он говорит. А у тебя как дела, Андрей? Да, Андрей, удивительный ты человек, я тебе скажу. Тогда мне писали, что это я артиста пригласил, специально из Кривого Рога в ютубе, говорили, что я тебя нанял, что ты артист. Да, артист, артист. Короче, если надо ей сказать, я же ей собирался, сказать, чтобы она сдала этот банковский счет какой-нибудь. Понятно. А потом или половину ей суммы, или сколько там она скажет, она оставит себе, а часть мне, допустим, тебе, куда-то бы она распределить. Мне не надо точно ничего. Ладно, Андрей, давай, удачи тебе, береги свое здоровье. Да, здорово, я тебе хотел сказать, я тебе хотел сообщить, когда ты там лежал, лечился. Ну, я так, нельзя про это говорить, понял? Ну, есть, короче, средства, что можно лечить. Коронавирус? Подойди, подойди. Короче, есть средства, что можно лечить. Ну, и это все такое. Ну, про это нельзя говорить. Ну, просто вирусы можно лечить там. И просто там это... А почему нельзя говорить? А? Почему нельзя говорить? Ну, потому на ютубе тоже пишется, что нельзя про это говорить. Нет, почему? Сейчас уже можно. Это раньше нельзя было о коронавирусе, оно нарушение. А сейчас уже можно. Смотрите, это мне врач дала пульмонологу, такой пульмикорт. Вот, я такого не видел. Вот одну вот эту небу ставить туда. И вот она мне пишет, Наталья Ивановна. Ормонолог. Пока не закончится, только спокойно, не так, как бы с дыхательной... Маску, не пиптик. Ага, то есть маской дышать вот этой. Все, я понял, спасибо, Наташа. Томас? Томас? Ой, боже мой, боже мой. Срачка. Что тебе надо, старче? Что тебе надо, старче? Так, одну небуло вот этого. Небуло, текай. Какие отломать, чешу. Ой, бляха-муха. Вот должна открутиться вот так. Ага. Это знаете, как энтерожернина пьешь, вот это пробиотик, так и это. И вот тут вот есть такой капсулка. И сюда, в принципе, выливаешь все содержимое. И вот тут немножко. Так, это я вывел. И две капли... Ой, господи, боже мой. И две капли венталин какой-то. А, три капли. Ой, произвела по-моему. Ой, венталин мы три. Так, раз, два. О, мне получилось четыре. Чи сколько? Я не понятно, куда я залив. Чи туда, чи сюда. Так, короче. Будет нормально. О, вот. доросили доросили доросили